Поздавшие подтянутся. Сегодня мы с вами поговорим о такой вещи, как измерение эффективности рекламы. Как вы уже заметили, традиционно не самая популярная в России тематика. Обычно о самой рекламе говорят много, об ее измерении, об эффективности, тем более о включении ее в маркетмикс, говорят мало. Сегодня мы поговорим с вами преимущественно о техниках измерения оффлайн рекламы. Это самое сложное, то есть обычно сейчас популярное измерение онлайн рекламы, различные системы аналитики, но это несколько другой разговор уже будет. А сегодня мы скорее поговорим о способах электронного измерения различных оффлайн носителей. Вообще наружная реклама, она входит в маркетмикс, как я уже сказал, и в системный электронный маркетинг также наружная реклама, ее измерение входит. Что такое системный электронный маркетинг? Можно будет после презентации ко мне подойти, сейчас я нет времени на это расскажу. А конкретно эта презентация, для кого она будет полезна, что вы узнаете? Наибольший интерес, скорее всего, она принесет наибольшую пользу руководителю, бренд-менеджеру, управляющему, владельцу компании. Непосредственно также принесет пользу руководителю рекламного отдела или маркетингового. То есть непосредственно тем людям, которые распределяют бюджеты на рекламу, которые понимают, что при довольно значительных бюджетах на рекламу, там 3, 5, 10 процентов экономии это значительно. Бывает и больше. Что вы хотите, скорее всего, достичь? Если не хотите, то, наверное, после презентации захотите. Ставить четкие цели рекламных компаний. Это традиционно у нас не принято. То есть я из скобочков написал KPI, можете называть это как угодно. Цели по цели. Я их назвал вот так. То есть какие-то ключевые должны быть параметры эффективности у вашей рекламной компании. Нужно измерять реальную эффективность, а не количество ростных материалов, отправленных букетов, потенциальных людей, которые могли взглянуть на банок, GRP и так далее. Это тоже, в принципе, как один из KPI может присутствовать, но в сводной таблице должны быть другие показатели. Рекламный бюджет традиционно у нас распределяется в основном на основе личных каких-то предпочтений бренд-менеджера, агентства, менеджера по рекламе. То есть вот я считаю, эти площадки, по моему опыту, они хорошие, а эти плохие. И, конечно же, нужно стараться исследовать, сколько именно нужно денег для достижения цели вашей компании. Ключевое слово здесь «Именно». Не всегда, конечно, это можно точно сказать, но достаточно точно можно измерить в большинстве случаев. Все виды оффлайн-рекламы нужно измерять. Это факт. Есть допустимые погрешности, которые я в конце скажу в своей презентации. Нужно понимать, какие рекламные каналы, материалы у нас эффективны, какие неэффективны. Сколько именно денег принесли или потеряли. Как обычно это делают? В принципе, распространенный подход у нас. Слева у меня отчет о прибылих и убытках компании. Ну, утрированно, да? А справа у меня данные статистического опроса после проведенной рекламной кампании. Вот слева мы считаем рубли, справа мы считаем отношение к бренду, скажем так. Ну, в этом опросе может быть все, что угодно. То есть, либо мы считаем деньги постфакту, после проведения рекламной кампании, что вложили столько-то, приобрели столько-то. Ну, когда у нас источник рекламы не один, а их там, как правило, 3-5, это выглядит несколько смешно. То же самое касательно опроса. Ну, сейчас я приведу пример. 96-й год, я так утрированно специально это привожу, сейчас есть такие же примеры. Это нормально, то есть, в принципе, это нормальное измерение, но выглядит несколько дико. Я сейчас покажу, почему это выглядит дико. То есть, ну, вот, 96-й год сравнили, выбрали 400 человек в 35 случайных точках. Ну, есть методики, да, различные опросы, их аппроксимирование. Но это уже математика, не будем об этом сейчас. В итоге 19 человек вспомнили баннер, который рекламировал пиво. То есть, 76 человек. Этих 76 человек взяли, попросили и сделали вывод, что у нас выросла известность марки и улучшился имидж рекламированного продукта. Отлично. Потом вернемся к этому слайду еще, запомните. Как можно делать сейчас? Как делают на Западе? Вот давно в России традиционно 3-4 годика мы достаем, но не мешает догнать, да, не мешает использовать техники. Можно использовать интернет. Я сейчас покажу, что увлеченность в России, в частности у нас, в интернет огромная. Офлайн-реклама сама по себе уже, в принципе, умирает. То есть, она есть, она используется, но она обязательно стыкуется с онлайном. Соответственно, при этой стыковке у нас возникают возможности. Возможности мониторинга и парсинга. Что это такое, расскажу позже, да, поискового в частности, ну, не поискового тоже. Внутрисайтовая аналитика. Как ее можно использовать, покажу на примерах. Телефонное отслеживание, покажу пример. Мобильные технологии, покажу пример. Все это достаточно бесполезно, если не обучать персонал и не стыковать это с вашей CRM-системой или ERP-системой. Внимание, Excel, Excel, это не CRM-ERP-система. Вот это все будет измерение эффективности рекламных бюджетов. Покажу как. Нам нужна некоторая статистика, 4 слайда у меня здесь есть, чтобы не быть просто голословным. Статистика свежая от Яндекса 2012 года. У нас за 2011 год 50, почти 5 миллионов человек, 47% совершеннолетнего населения страны, оно участвует в интернете у нас. Тут распределение по городам, можете посмотреть. И по данным исследовательской компании Comscore, знаете, не знаете, авторитетная компания, в сентябре прошлого года Россия вышла, 11-го года, вышла на первое место в Европе по количеству интернет-пользователей. Хорошо. Мобильные устройства, нам это тоже статистика важна, чтобы, когда я буду рассказывать, думали, ну, понимали, о чем я буду говорить, сколько людей пользуются, да, в России. В России 22% жителей всех крупных городов, и это мы очень сильно отстаем. То есть 60%, например, американцев, владеющих смартфонами, выходят через них все каждый день. А за последние три года месячная аудитория мобильного интернета в два раза выросла. Аудитория интернета в целом на 50%. Ну, это уже такие тут скачки идут в цифрах, да, можно посмотреть на графике. В общем, обгоняем по динамике роста даже обычный интернет. Половина россиян в качестве основного мобильного средства выхода в интернет используют смартфон. Ну, неудивительно, да, но тем не менее. Хотя большая часть использует и обычный телефон, но, в общем, стабильно около половины используют смартфон. В смартфоне есть камера и много чего интересного, что нам пригодится дальше для измерения. Ну, по статистике все. Дальше, что такое оффлайн-реклама, о чем я сегодня буду говорить. В принципе, я привел примеры конкретно оффлайн-рекламы. Это наружная реклама во всяческих ее видах. Это печатная реклама, раздатка, буклеты, каталоги. Это купоны различного вида и различного характера. И вот наверху у меня с диском и с PDF еще есть так называемая электронная раздатка. Почему она оффлайн, да, потому что она действительно оффлайн. Она электронная, но она раздается людям на дисках, на флешках. Довольно часто это явление. Она, возможно, даже скачивается с сайта. Но сама по себе она является оффлайн. Человек ее открывает на компьютере, берет куда-то с собой, может открыть ее, когда у него интернета нет. Вот, правило, он есть где-то. ТВ, радио, я коснусь ее. Она, в принципе, от наружной рекламы, вот, по измерению, да, глобально ничем не отличается. Так, какие-то свои, естественно, есть нюансы уже по покупке, по байнингу ее. Но, тем не менее, вот, по измерителю она подойдет нам так же, как и все остальное. Вообще, все многообразие рекламы, вот, наружной в частности, да, о чем мы сегодня говорим, можно свести к демонстрации изображения на каких-либо поверхностях. Экран, печатные какие-то средства информации, все что угодно. И очень важно понимать, что это изображение мы делаем не просто так, мы делаем с определенной целью. Вот с этим вот последней фразой, с последней, очень большая проблема. Проблемы, в принципе, везде, но у нас вот как-то исторические, да, то есть у вас креатив стоит на первом месте сейчас. Не всегда это оправдано, то есть, если мы хотим измерять офлайн-рекламу, я покажу, почему креатив должен быть продуманный, почему у нее должна быть цель, потому что не всегда бесцельный креатив просто невозможно будет измерить. Так, основа эффективной рекламы, да, это вид изображения и его место, да, вот этот вот креатив, про который я говорил. Нужно учитывать два фактора. Сто процентов отражения целей, проводимых рекламных кампаний. Вообще, перед тем, как проводить рекламную кампанию, хорошо бы написать в бумажечке стратегические планы о проведении, что мы хотим достичь, какие метрики эффективности у вас будут, какие-то пороговые значения, да, когда она удастся, когда она не удастся. Ну, это так, в самом простом случае. Деклама должна склонять людей к действию какому-то. Ну, не всегда, но если мы хотим измерять, должна. Изображение должно работать, побуждать человека фиксировать QR-код, про который я дальше буду рассказывать, зайти на сайт, использовать поисковую машину, написать у себя где-то в блоге, сделать какое-то действие, которое мы можем отследить. Домой к человеку мы прийти или за ним ходить не можем отследить, мы его можем зафиксировать с помощью электронного маркетинга. Я уже говорил, что сегодня измерения у нас с помощью электронного маркетинга будут проводиться. Слева, справа я приду быстрые примеры баннеров, да, в плане побуждения к действию, в плане вовлечения и в плане креатива. Комментировать я, наверное, не буду, но вот телефон на правом сайте поищите, и условия тоже. Хотя креатив есть, есть красивый стул бронзированный. Какие базовые цели может преследовать вообще оффлайн-реклама? Самая стандартная, испокон веков, да, у нас имиджевый эффект, брендинг, узнаваемость. Хорошо. Мотивирование, призыв к действию, да, то есть сейчас уже все больше и больше рекламы появляется, которая опосредованно привлекает людей, да, участие в конкурсе, в акции, в мероприятии, прямая продажа конкретного товара или услуги. Это второе действие, то есть купи, цена, возьми, немножко различаться будет измерение, немного различаться будет креатив для этих действий. И повышение лояльности существующих клиентов. Ну, как правило, наружная реклама для этого используется редко, если вообще не используется. Но есть сувенирка, есть раздаточная продукция, есть различные буклеты, которые презентуются клиентам, которые тоже нужно измерять обязательно. Ну, вот базовые цели, таких, конечно, можно покопаться еще на эти различные по цели, но в базовом варианте это будет так. Давайте теперь пройдем уже по измерениям непосредственно. Как, что можно измерять. Поисковый мониторинг. Что это такое? После какой-то рекламной акции, неважно какой, если она правильно подготовлена и мотивирует людей что-то поискать, что-то узнать после нее. Как правило, сегодня люди идут куда? Они идут в поисковую машину. Вернемся к статистике от Яндекса. То есть все люди у вас в интернете, все люди ищут поисковую машину. Неважно, в принципе, в какой. Ну, популярных там глобальных две, я покажу примеры с них. Вот смотрите, я просто наугад специально не брал на такой пример наших клиентов, взял специально наугад пример, набрал клуб. Клуб Милк Москоу. Может, кто-то слышал, не слышал, не суть важна. Это Google Insights. То есть система, которая просто показывает, в зависимости от вводимого ключевого слова за определенный период времени, как изменялся интерес к этому слову. Ну, математически я не буду сейчас рассказывать о норме показателей, там шкала говорят о 100%, и можно сразу увидеть, какой был интерес. Было 20%, стало 100%. Это не абсолютное значение. Ну, не суть важна. Вот мы видим здесь скачок. Скачок я этот увидел в октябре 2011 года. Я ничего не знаю про этот клуб, но я полез посмотреть, что в октябре 2011 года было. Ну, оказывается, экзибит прокачал Милк Москоу. Как раз-таки в октябре 2011 года у чуда. Это напрямую абсолютно видно, это четко отражается на графике. Это даже выделять не нужно. Это даже не нужно отсекать покрешности, или не нужно отсекать какие-то шумы. Явно абсолютно видно интерес. Вот именно в октябре, вот тут 27 октября 2011 года, экзибит прокачал Милк Москоу. Отлично. Вот мы это видим. Это же можно использовать для ваших рекламных кампаний. Минусы, минусов много. Это не режим онлайна, это большая задержка. То есть это можно проанализировать, скажем, через какой-то период времени, довольно значительно. Второй минус, то что запросов должно быть достаточно много. То есть рекламная кампания, конечно, должна быть более или менее значительной, чтобы люди вводили хотя бы 500-1000 запросов в поисковую машину. Это не очень много глобалин в месяц, но тем не менее. Если никакого отклика не будет, мы это не увидим. Второй пример, чуть-чуть по-другому, это компания «Строймастер». У нее был ролик с комаром, может быть, кто-то видел, там даже на Каннский фестиваль попал. Вот после этого ролика, который вышел ровно в ту дату, где начинается красная линия, сразу же вся интерес к этой компании проявляться, искался, был поиск ее сайта, поиск по названию, четко прослеживается совершенно. Прямой эффективности, конечно, мы здесь прям в рублях подсенить не можем пока что, пока я не рассказал следующие слайды. Но, тем не менее, тем не менее, тренды здесь очень хорошо видны о том, как, в общем, была проведена рекламная кампания, есть ли какой-то отрыв от нее. То же самое у нас с Яндексом. У Яндекса такая же, как у Гугла, есть система, также мониторит все ваши запросы, которые вы вводите. Она даже, еще у нее более низкий порог ввода запросов, то есть она, в принципе, видит даже низкочастотные запросы. Слева у нас Навальный, который собирал деньги в одно время, а справа у нас Турбослим, средство для похудения, которое давало телевизионную рекламу. Давало оно ее два раза. В мае 2011-го, и вот сейчас, в принципе, активно идет, может быть, даже видели по телевизору, абсолютно четко прослеживается тенденция. Тут есть еще сезонные колебания, которые можно отсечь на самом деле. Поэтому это, в общем-то, эффект рекламы. Я, конечно, точно не знаю маркетмиксы, может быть, они что-то еще, какую-то рекламу дают, но, тем не менее, мы можем понять, сколько запросов вообще было сделано людьми, какой интерес проявляли люди к бренду. Я показываю простые примеры. Естественно, можно подбирать более сложные комбинации слов. Это все должен делать аналитик, который уже какие-то решения принимает, но не на основе только поискового мониторинга. Я сейчас дальше расскажу, как еще это можно улучшать. Следующий момент. Распространенная сегодня тенденция мониторинга упоминаний и парсинг данных. Сложное слово объясню. В чем идея? Есть у нас, например, задача. Подготовиться к проведению рекламной кампании и узнать, например, мы печатаем на футболках, на кепках, где-то еще логотипы, какие-то картинки, что будет популярно. Что у нас популярно будет в этом году? Что люди интересуются? Кепками, майками, футболками. Ну, утрированно. Также можно взять любой продукт. Для этого можно, естественно, поисковую историю провести, как я сказал, да, что люди, может быть, запрашивают. Или заняться парсингом данных. Я расскажу сейчас подробнее, что это такое. И постфактум. Результат измерения рекламной кампании также можно сделать, собрав не из поисковых систем, а уже конкретно с форумов, социальных сетей, с блогов данных, вытащив их оттуда, узнать, что люди в итоге о вас говорят. Ну, простой пример. Провели рекламную кампанию, дальше взяли посты из соцсетей и просто даже, вот я не вдаваясь в сложные какие-то математические формулы, спарсивали упоминания вашего бренда. Это уже скажет о том, да, что люди вообще слышали о вас. Это вообще популярная такая вещь, поиск негативных, позитивных отзывов о вашем бренде. Она довольно примитивная, но тем не менее, это очень важно. То есть очень важно знать, кто что о вас говорит. Парсинг может быть гораздо более сложным. То есть можно ставить более сложные задачи, выяснить, что конкретно люди говорят, что они конкретно ищут, что им нужно, нравится, не нравится. Так вот мы недавно носки подбирали, мужские и женские перчатки мои коллеги искали, было по блогам, да, кому кто что покупает. Оказалось, что на самом деле думали, что покупает мужчина, покупает женщина. Наоборот, много таких интересных вариантов есть. То есть такие маркетинговые исследования можно интересные проводить. Потребуется для этого всего программист-лингевист-маркетер. Лингвист очень важен, да, для того, чтобы составить карту, по которой будет программист писать свой сценарий. То есть как мы выбираем данные, какие данные выбираем. Ну, маркетер, естественно, очень важен, потому что он скажет как раз, на кого мы ориентируемся, на кого мы бы хотели ориентироваться, и что по факту получилось. Носки покупают кто? Духи покупают кто в подарок? Это все можно определить по блогам, по форумам, по соцсетям. Ну, есть, конечно, сложные задачи, которые так не решить, но многие дополнения к маркетинговым исследованиям очень хорошо решаются с помощью парсинга данных и упоминаний. Это же повышает эффективность с нашими компаниями, как до, так и после. Про поисковые технологии, про парсинг данных, в общем, я рассказал. Конкретику готов после выступления уже озвучить. Там много технических моментов. Не хочу этих погружать. Это немножко не тема сейчас доклада. Следующий момент, интересный большой момент, телефонный мониторинг. Ну, очень-очень старая, на самом деле, штука такая, которая сейчас приобретает вторую жизнь практически. В основном у нас, в России. На Западе ее давно уже используют. Очень давно. Суть ее очень проста. Используют уникальные телефонные номера. Может быть, номера, может быть, экстеншены добавочные, может быть, все что угодно для различных рекламных каналов. Вроде бы все просто. Ну, есть, как всегда, нюансы, проблемы по измерениям, по сбору данных, по анализу статистики. То есть, по идеале, после поступления звонка вы должны точно знать, откуда этот звонок поступил. С баннера, который стоял, например, в Басманном районе Москвы. Или же он поступил с какого-то вашего промо-сайта, с какой-то листовки. Может быть, откуда-то еще. Это все точно можно измерить. Проблем в этом никаких нет. Это не сложная задача. Технологию можно развивать дальше уже для контроля, например, дилеров и их затрат на рекламу. То есть, у вас есть бюджетирование дилеров, есть разные схемы, но, тем не менее, есть вот такая схема, что выдаются деньги дилеру, он покупает на них рекламу, какую-то отдачу от этого измеряют. Чаще всего контролю это не поддается. Это можно решить с помощью телефонного мониторинга, обязав дилера использовать определенный пулу миров для определенных видов рекламы. Соответственно, можно будет уже отслеживать, как ваш бюджет идет на контроль ваших дилеров слэш-филиалов. ТВ-нарушка и все остальное также измеряется. Я покажу пример. Очень важный момент здесь связать телефоны, которые, как правило, сейчас идут через IP-телефонию. Так удобнее всего сделать. С CRM или ERP-системой, не важно, что у вас установлено, не Excel, чтобы при поступлении звонка менеджер, который обрабатывал этот звонок, сразу же мог совершенно четко внести канал, откуда был этот звонок, поступил. Это уже технические моменты. Я сейчас покажу реализацию. Он на следующем слайде. Да, давайте я покажу общую картину, как это работает и уже конкретным реализациям перейдем. Внесение в CRM и так далее. Ну, идея очень простая. Пулу телефонов, которые проходят через аналитику, которые сливаются в какое-то одно место, главный офис, аналитику, маркетеру и так далее. Я думаю, здесь все понятно. Пример. Есть баннер девелоперской компании. Показать не могу, договор обязывает, но могу объяснить, как мы это делали. Все очень просто. Москва была при признании на регионы, в которых давали рекламу. Каждому региону, ну, там были, соответственно, автономные округа и были районы. Да, вот здесь у меня отмечено, там Баскман и так далее, Сокол. Был выделен пол номеров. На соответствующих баннер впечатался свой номер из своего пула. Когда тот, кто видел наружную рекламу, наружная реклама была сделана так, что людей умоляли и просили звонить. Всячески, что очень, в принципе, правильно. Для того, чтобы узнать предложение по продаже квартиры. Что происходило дальше? Когда поступал звонок, открывалась CRM-система, который менеджер по приему звонков, в которой работал. И там автоматически определялся номер, определялся пул, и было видно, откуда, соответственно, пришел этот звонок, который сразу же автоматически вносился в источник звонка. Ну, здесь какие-то есть примеры. На живой CRM смотрел наружка, буклеты, журналы, там, тут Турция, квартира Турции, иностранный журнал, дом за рубежом, еще что-то. То есть, все было протегировано своими телефонами. Соответственно, когда человек открывался, карточка клиента, сам уже подставлялся источник звонка, и можно было дальше уже вносить все данные клиента, его имя, и так далее, и так далее, и так далее. Как обычно это делается при вносе клиента в CRM. Следующий интересный момент, то, что, в принципе, телефонный мониторинг очень неплохо связывается с системами веб-аналитике на сайте. То есть, можно это все связать с целевыми действиями на вашем сайте, когда человек, скажем, заходит на сайт. Здесь немножко не телефонный мониторинг работает, здесь работает уникальное название сайтов, я сейчас об этом расскажу, но тем не менее, мы можем четко проследить, что человек перешел, например, с рекламной журнала «Иностранник», и при этом он что сделал? У нас 15% таких людей оставили заявку на консультацию, прайс-лист никто не скачал, и примерно такое же количество обращений через контакты сделал. И так далее. То есть, если у вас сайт, а он сайт должен это делать, отражает какую-то последовательность действий, которую человек должен реализовать, это все можно связать с различными видами наружной оффлайн-рекламы. Я вот сразу могу показать, немножко вперед забегая, тот же самый баннер, ну, другой компании, для каждого типа баннера, для каждого места его постановки был выбран свое название сайта. У компании есть какой-то свой сайт, свое название, но это ничто не мешает зарегистрировать интересные, интересующие ее домены с другими названиями и перенаправить их на сайт компании. Человек, когда наберет этот сайт, он не заметит ничего, да, он перейдет, например, на сайт компании, которая этот баннер дала. Или же даже можно на каждом таком сайте сделать отдельную страницу, которая будет рассказывать о конкретном предложении на конкретном баннере. Ну, вариантов много есть. Но идея заключается в том, что мы можем четко измерить совершенно, кто набрал, откуда, что пришел. И связать это все вот с этой вот системой. Техническая реализация это не весь какая-то сложная, то есть главное понимать, что это нужно делать. Соответственно, что с телефоном можно еще интересного сделать? Да, по конверсии сайта по сегментам я показал. Вот еще интересный момент. Для одного из клиентов было сделано запросы, все были, группы посетителей были разделены на брендовые и не брендовые. То есть в первую группу вошли пользователи, знакомые с названием сайта, с названием компании, с названием продукции, оно там было настроено соответственно на цели рекламной кампании. То есть что люди вбивали, когда они переходили на сайт, когда они видели какой-то конкретный телефон. И другие люди, которые переходили на сайт по каким-то, может быть, поисковым запросам еще почему-то и видели другой телефон. Это уже подстановка телефонов, соответственно, идет на сайт. То же самое, как мы их располагаем на баннерах, мы также их можем располагать на сайте. Получаем интересную статистику по брендовым посетителям, по небрендовым посетителям. То есть сколько было звонков, сколько было заказов с этих звонков. Это все так же связывается с CRM, куда менеджер сможет это вносить. То есть телефон, как мы видим, можно размещать на наружной рекламе, на любой другой оффлайн рекламе, также на своем сайте. То есть когда мало того, что мы отследили, что человек перешел, например, с баннера, который расположен где-то там на улице, по сайту набрав сайт, мы еще и отследим, по какой группе запросов он пришел, если он дальше будет переходить. И коэффициент конверсии сможем его посчитать, что он на сайте сделал. Ну, естественно, для этого сайт должен быть, ну, страница, на которую переходит посетитель, должна быть целевая. Не нужно отправлять посетителя на главную страницу. Если вы говорите про кредит в 1,5%, например, какой-то, да, или какой-то бонус в 1,5%, кредит в 10%, нужно посетителя отправлять на эту же страницу, чтобы он видел там четкие условия. Не нужно всех посылать на главную, это абсолютно бесполезно. Правила конверсии в этом плане очень сильно падают. Кроме этого, если мы говорим про эффективность рекламы, ни для кого из вас, я думаю, не секрет, что, наверное, половина успеха, особенно у нас в России, в области сервиса, успеха рекламной кампании зависит от менеджера, который работает на телефоне. Как он эту трубку берет или, как правило, не берет? Время ожидания клиента перед тем, как он трубку эту взял или не взял. Среднее время ожидания и так далее. Это все также позволяет посчитать. Это уже дополнительные издержки телефонии, она все равно все это записывает. У вас эти данные все равно есть, независимо от того, где вы телефон разместили или не разместили. Это можно посмотреть. Соответственно, когда вы говорите о том, что вот этот баннер у Меланкаде был неэффективен, плохо было бы посмотреть вообще. А что произошло? Может быть, у вас из 60 звонков было, не знаю, отвеченных 2, а остальные все не отвечены. Ну, это образом говоря. Или телефон не работал, еще что-то. Это очень распространенный случай для безумия. И потом делаются выводы о том, что увеличилась узнаваемость бренда, но вот как-то баннерность работал на заказе. Так это я уже объяснял, что уникальные названия сайта ничто не мешают использовать. Не нужно везде обязательно использовать свой сайт. Имя вашего сайта, ну, ничего в нем такого уникального нет. В качестве для измерений можно использовать различные другие сочетания, которые потом можно для каких-то еще целей использовать, конкретно, может, под услуги какие-то, или вообще их потом закрыть после проведения рекламной кампании. Просто если мы сюда будем вставлять наш сайт, в принципе, можно измерить и по нашему сайту эффективность. Однако нужно понимать, что придется ее из общего потока трафика каким-то образом вычленять. Вот здесь вот видны чистые скачки по брендовому сайту. То есть здесь мы сделали специальный сайт под специально эту программу, под специально этот баннер, баннерную сеть. И четко видно, как вот посетители прижили, отработали, ушли, опять были скрестны и так далее. Можно четко видеть, когда баннер работал, не работал. В сайте, там еще есть наверняка сотни других посетителей, придется использовать какие-то математические методы для вычленения в определенные периоды времени скачков. Ну, зачем это нужно, если можно использовать отдельный сайт. Следующий момент, который можно эффективно использовать для измерения оффлайн-рекламы, это опросы. Ну, по оффлайн-опросам здесь, в общем-то, проблем никаких нет. Это очные опросы, то, что я привозил, например, там на улице где-то ловят еще что-то, кабинеты исследования, телефонные опросы, да, распространенные моменты. А есть электронные опросы, на которых подробнее мы остановимся. Они могут быть как у вас на сайте, так и не у вас на сайте, на сторонних сайтах. А так и, например, по базе имейл ваших подписчиков, да, предполагается, что вы собираете имейлы или какие-то контактные данные ваших людей, которые заходят у вас на сайт, приобретают что-то у вас. То есть какие-то лиды вы собираете. Ну, с оффлайн-опросами здесь из интересного что? Например, не удалось определить посетителя ни по телефону, ни по сайту, ни какими-то еще способами. Всегда остается последний вариант, которым нужно обучить менеджеру на телефоне, да, откуда вы о нас узнали. Единственный момент, который здесь стоит отметить, два момента. Обязательная запись в CRM и продуманная, варианты ответа продуманные. Вот в интернетах, там, или еще где-то, так не нужно, да, делать. То есть нужно четко продумать, откуда человек мог к вам прийти и дать ему конкретные варианты, которые он бы мог быстро назвать по телефону. Ну, опросы с целью выяснения постэффекта от рекламы, это вот, соответственно, брендинг, узнаваемость и так далее. Но это, в принципе, стандартный центр, с которым проводятся обычно очные и телефонные опросы. А купили бы вы, а понравилось ли вам, вот что вы можете сказать и так далее. Что касается электронных опросов, вот здесь все гораздо интереснее. Давайте сразу к примеру. За один месяц пользователей сайта, имейл подписчиков и по соцсетям, я расскажу сейчас, что мы делали, было опрошено 5000 человек практически. Возвращаясь к нашему одному из первых слайдов, когда мы опросили 19 человек, 19% от 400 человек, это было 76 человек, сделали вывод о том, что узнаваемость пива увеличилась и аффинити у нас теперь выросла. Можно пойти по-другому, можно опросить 5000 человек. Ваш сайт понятно, опрос на сайте, имейл база понятно. Ну, это еще нужно правильно сделать, но, к сожалению, сейчас на это нет времени рассказывать, как это нужно правильно сделать. Также, например, в соцсети. У вас, предполагаю я, перед рекламной кампанией был четко спланированный план. Как мы таргетируем кампанию, какая аудитория, цели и так далее. Соответственно, например, по соцсетям самый простой вариант, да, использовать контекст. Четко таргетировать ту аудиторию, которая должна была посмотреть вашу рекламу и дать контекстную рекламу, предложить ей пройти тест. В принципе, то же самое делают люди, которые проводят опросы на улицах и так далее, за какое-то там минимальное вознаграждение, просят людей поучаствовать в опросах. Здесь все то же самое, только это вознаграждение платите вы системе контекстной рекламы и, возможно, какой-то небольшой бонус людям, которые будут проходить этот опрос. Вот 5000 человек, мне кажется, чуть более репрезентативно. Компания, для которой мы его проводили, она сомневалась, что обои люди будут покупать в интернет-магазине. Мы показали, что это неправда, люди готовы покупать обои в интернет-магазине, была развернута большая реклама, оффлайн в том числе, было много заказов. То есть интернет-магазин действительно работает. А в обычном магазине, в общем-то, совсем небольшой процент. Причем здесь еще был такой сегмент, что мы разделили людей, готовых покупать в обычном магазине, в интернет-магазине по сегментам для себя, опт или дизайн-бюро. Соответственно, можно было принять более взвешенные решения о вложении их в рекламу. Это как бы предварительная подготовка к рекламе была сделана. По сторонним сайтам вообще очень интересно. Это может быть как по договоренности проведения опросов на каких-то сторонних сайтах, которые содержат вашу целевую аудиторию, так и использование систем контекстной рекламы. Очень удобно, я говорил, в соцсетях. Можно и в поисковых системах нацелиться на ключевые слова, которые, возможно, вводит ваша аудитория, либо после рекламной кампании, либо вообще она их вводит. И предложить им в контекстной рекламе пройти опрос. Это часто на порядке дешевле, чем ловить людей на улицах какими-то материалами, соответственно. И главное, что можно найти больше людей. Следующий момент популярный нынче измерения наружной рекламы, ну, не только наружной, любой флаве рекламы, это QR-код. Что такое QR-код, для тех, кто не знает. Это двухмерный код, он сканируется и так, и так, содержит много информации, больше, чем обычная полосочка, в 133 раза. Это очень удобно. Туда можно закодировать все, что хотите. Изображение считывается камерами смартфонов. Возвращаясь к статистике, кто пользуется смартфонами, сколько их и насколько эта постоянная цифра растет. Ну вот, статистика, к сожалению, только США. Компания, которая занимается этими измерениями, достоверно, SkyLife, известная компания, 20 миллионов QR-кодов было отсканировано. Это 60% в США было сделано. 20% владельцев смартфонов США сканировали QR-коды. Но надо просто понимать, что в 2011 году это было из серии 5%, сейчас это 20%. Это растет огромными-огромными скачками. Что интересно в плане измерения и вообще в плане использования QR-кодов? 85 владельцев вот этих вот самых смартфонов ищут информацию в своем регионе каком-то, да, где они живут. И после этого каждый пятый покупает. Это, как бы, шаг в пользу того, что используется QR-код для повышения в принципе эффективности рекламы и для измерений. Также мы поговорим чуть позже. Почти 100% владельцев смартфонов выходит с них в интернет каждый день. Каждый день, ежедневно. И проблема нижняя, которую тоже нужно решать обязательно, 75% посадочных страниц не оптимизировано для просмотра с мобильных устройств. То есть человек, например, сосканировал QR-код, вы, например, его, как водится, куда-нибудь на главную отправили страницу, ну, бог с ним, так она еще и не оптимизирована. Для просмотра он не может ничего посмотреть. Это по данным ScanLife. Примеры использования QR-кодов перед тем, как какие-то измерения с ними проводить. Все, что угодно в них можно закодировать. Это может быть как информация, штрих-код считывать в магазине, на заправке, где-то еще. То есть вы провели акцию, вы разослали эти QR-коды, которые люди могут принести, как на купончике, вот здесь вот дальше есть, так и, например, вот как Малина, например, она сделала очень удобно, можно на телефон загрузить, у них обычный штрих-код, да, можно загрузить QR-код. Пришел в магазин, сканировали, получил скидку. Вы записали с помощью посттерминала себе вторголосплатскую программу, данные об этом человеке, бесценные данные аналитики. На конвертах очень удобно писать, если вот рассылку вы делаете вашим клиентам, реальную, да, там, почтой России, чем-то еще, можно мотивировать их какими-то действиями сканировать QR-коды. Купоны обязательно, хотя бы обычными штрих-кодами, но можно и QR-кодами. То есть это не принципиально, просто обычный штрих-код сканирует только продавец в магазине, которому человек покажет свой купон, а QR-код может сам человек сосканировать, будет информацию получить, если купон это применимо. Ну, различные быстрые заказы билетов, я здесь показываю информацию в магазине, но это скорее уже не измерение, да, хотя измерение опять же так же, мы можем узнать, сколько было сканировано, это удобство, да, повышение принципа эффективности каких-то носителей. Вот МТС, здесь у меня показано, Тверской, по-моему, большой баннер был с QR-кодом. Издалека прямо сканируете, переходите на страницу с заказом этого тарифа. Очень удобно. Главное, измеримо. Очень интересный вариант применения в телевизионной рекламе QR-кодов только на Западе. Спорный момент. Половина, как обычно, бывает, что это неэффективно, другая половина просто их использует в телевизионе и измеряет, как же это в итоге, эффективно или нет. Интересный момент. Прямой способ измерить какую-то часть вашей аудитории. Мы, естественно, всех мы не измерим, но мы никогда не можем не опросить всех, не измерить 100% людей, естественно. Но какие-то данные мы можем получить, сделать из этого вывода и, главное, предоставить людям удобную информацию, какую-то быструю, быстрый доступ к чему-то. Что по аналитике теперь, по теме, собственно говоря, нашего доклада? Существует много инструментов, которые могут эти QR-коды генерировать. Много инструментов, которые генерируют и сразу же отслеживают, сколько отсканировано было, сколько было переходов, как, что, зачем, почему. Ну, в принципе, это можно делать. Единственное, что это получается еще одна какая-то система аналитики, которая генерирует эти коды, отслеживает. У вас наверняка их в компании много. Какой-нибудь Google Analytics популярный, нынче на сайте стоит, какая-нибудь BI-система, которая у вас показывает данные CRM и так далее, и так далее. Но в науке еще одна, наверное, нет. Поэтому QR-коды легко можно связать с любой, в принципе, системой. Удобно связать ее, естественно, с системой веб-аналитике. Поскольку это все данные, которые делают через интернет, вы можете это отследить все очень легко. Через ваш сайт, на который был переход по QR-коду, либо приложение какое-то, которое было загружено, опять же, с контролируемого вами источника. Вы сможете сказать, сколько раз было загружено, почему и так далее. Ну, последний вариант я уже рассказывал. Торговые терминалы, которые также можно использовать для записи в них данных, когда никакая там аналитика неприменима. Человек пришел с купонов в магазин, показал его вам, а вы там этих купонов миллион раз дали, вот вам нужно отсканировать, сколько в итоге было этих купонов получено вами обратно, сколько людей воспользовались ими. Возможности и бесконечного количества интересных. В принципе, они все не требуют сложных технических реализаций, это не запредельные какие-то технологии. Все решается существующими средствами сканирования кодов, веб-аналитике, никаких проблем. Вот я показал использование QR-кода веб-аналитике. То есть QR-код в данном случае содержит какую-то ссылку, которая ведет на ваш сайт, ну, не знаю, на главную страницу, сколько применим, куда угодно. На страницу какого-то конкретного предложения, а на целевую страницу, назовем ее так. Она помечена ссылкой. Называется это тег, обычно в веб-аналитике. Она тегирована. Соответственно, мы можем отследить абсолютно всех людей, которые перешли по этой ссылке, и более того, можем отследить, что они дальше делали на сайте. То есть, что они посмотрели, что они сделали, что они купили. А если мы используем еще для источника QR-код, который под тегированной ссылкой, мы уже определили телефонный мониторинг, то есть подставим отдельный телефон себе для них, мы сможем узнать, сколько было звонков по QR-кодам, сколько было заказов, если монуджер на телефоне их несет CRM, что он обязан делать. То есть, в принципе, очень досконально можем все это отследить. Это, опять же, связанные системы между собой, получается. Еще раз, в QR-коды, да, стремительно набирает популярность. 3 миллиона 700 тысяч сканов в 2010 году, в 2011-20 миллионов. 440% написано у меня прирост. QR-коды полностью аналитически измеримы, абсолютно 100%. Все, кто сканировал QR-коды и все, что они дальше делали, можно измерить с помощью системы веб-аналитики или с помощью какой-то еще аналитики. Если у вас, например, переходы не на сайт, а с помощью QR-кода он скачивает какое-то приложение, которое вы написали для мобильного устройства, строить аналитику в это приложение и отсылать ее, опять же, куда-то к вам, проблем никаких нет, что, собственно, все и делают. Проблема стандартная. Наша проблема – это думать перед тем, как делать. Нужно продумывать цели, вовлеченность, исполнять людей, фотографировать QR-код. Да, можно просто взять, сгенерировать QR-код и ляпнуть его на все купоны, на все баннеры, и, ну, как пусть будет. Пусть будет, люди сканируют, ходят и привлечают. Ну, в принципе, мягко сказать, это недопустимо. То есть, обычно не является целью рекламной кампании прилепить QR-код где-то в неосвещенном еще обычном месте, маленького размера, строгие размеры, которые сканируются, другие размеры не сканируются, не будет работать. И на главную страницу, например, не надо его линковать. Человек, который просто открыл, увидит какой-то баннер с вашим предложением кредита, попадая на главную страницу вашего банка, скажем, он так посмотрит ее, закроет и пойдет дальше. То есть толп вот этого ноль. Помощи человеку ноль. Поэтому есть четыре правила, которые мы придерживаемся, в частности, вам рекомендуют придерживаться. По QR-кодам. Они, в принципе, к любой рекламе относятся, но к QR-кодам особенно. Отражать бизнес-цель. Это большая проблема. То есть, вообще реклама сама по себе должна ее отражать, и QR-код должен эту цель поддерживать. Если реклама какая-то бессмысленная, ну, можно там QR-код на главную поместить, ну, пусть будет. В общем, сильно от этого ничего не изменится. Обязательно он должен помогать человеку сканировать QR-код. Сэкономить свое время. Например, купить что-то сразу. Найти ближайший какой-то ресторан, ближайший пункт. То есть, карта должна быть. Да, там, безызвестный Макдональдс. Клеить эти QR-коды уже везде ты только можешь, ты его сканируешь, и у тебя скружается Google-карта с ближайшими Макдональдсами. Цена этого решения, я не знаю, копейки. То есть, это элементарно делается. Любой такой мастер сможет забить эту карту и залинковать только QR-код, образом говоря. Но пользуется безумное количество людей. Очень удобно. Повышает продажи. Как это несложно догадаться. То есть, человеку должен QR-код помогать. Да, то есть, должна какая-то цель. Почему он должен его сканировать. Следующий момент. Обязательно нужно объяснять человеку, что это QR-код, отсканируй его, получи то-то, то-то. Сканируй, и еще желательно какую-то инструкцию приписать, пусть там не очень большим шрифтом, смотря где мы это делаем, наружная реклама, что-то еще. Как его сканировать нужно, и так далее, и так далее. Потому что это проблема. Большая часть этих QR-кодов не сканируется, люди просто не знают о том, как это сделать правильно. У них что-то не работает, и так далее. После сканирования QR-кода, если вы что-то задумывали специфическое, нужно давать конкретные действия. То есть, опять же, не должно просто что-то открываться, что-то загружаться. Должна быть последовательность действия. Вы отсканировали QR-код, сделаете это, 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 чтобы там что-то получить. Какой-то цель прийти в итоге. Возможно, человеку отправить стоит какой-то номер, чтобы он получил SMS, чтобы он мог скачать приложение для скачивания QR-кодов. То есть, должна быть максимальная помощь человеку, чтобы он измерился вами. По сути, вы должны это сделать для себя. Ну, предварительно тестировать правильность сканирования QR-кода, об этом, да, в общем-то, смешно говорить, но, тем не менее, это нужно делать. Освещение, размер QR-кода, различные устройства. Если вы его используете, проверяйте, пожалуйста, да, потому что велика вероятность, что он будет несканируемый. Это проблема. Хороший пример. Сама реклама отличная. То есть, мотивация к подписке, которую нужно сделать прямо сейчас. Прямо сейчас, как это сделать? Прямо сейчас это сделать с помощью QR-кода. А внизу инструкция написана, там ее не очень видно, 1, 2, 3, 4. Что нужно сделать, чтобы подписаться на журнал СНОП, используя QR-код? Вот, очень удобно, очень хорошо, очень продуманная реклама, которая действительно работает. Вот вы сейчас, наверное, подумали, что да, QR-код неплохо, в общем, слабозатратная такая методика, можно использовать, отлично, вот надо бы, наверное, предложить. Да, QR-код популярная вещь, она растет огромными темпами, но, в общем, как и все в электронном маркетинге и в рекламе вообще, особенно в последнее время, все очень быстро меняется. То есть, есть прогнозы, что через 2-3-4 года QR-коды, как устаревшее такое вот свойство, которое сейчас очень популярно и его нужно сейчас использовать, будет заменено, соответственно, устройствами NFC. Это устройства, которые будут монтированы в мобильные телефоны и у них возможности гораздо больше, чем у просто QR-кодов, да? То есть, для QR-кодов нужно отдельное приложение раз для телефона, их нужно фотографировать, два. И действия, которые они предлагают, ну, хранят какую-то информацию, карту, картинку, может быть, что-то еще. NFC позволяет вести себя в трех вариантах. Как бесконтактная карта, то есть, с помощью него вы в будущем сможете измерять рекламу, оплачивая, например, с мобильного телефона что-то, побуждая людей оплачивать с мобильного телефона. МТС уже активно это тестирует, кстати говоря, NFC-устройство. Вы можете, соответственно, его использовать, передавать на него какую-то интерактивную рекламу. Например, вот как Bluetooth. Датчик оказался в каком-то месте, ему высвечивается какая-то интересная игра доступна, или получи скидку, зайди туда. Он открывает это все, и ему прямо по каналу NFC передается данное, о том, что он сейчас может сделать. Были некоторые реализации в России с помощью Bluetooth, на остановках его делали, еще где-то пытались сделать для телефонов, но это не особенно сильно пошло. Проблемы были со связью и так далее. Вот NFC призм, в принципе, это все дело порешить. Очень интересно. Ну и также два устройства могут связываться, но это уже для рекламы, в принципе, не так интересно для измерений. То есть, будущее, в принципе, нам сулит позитив. Измерения будут все четче и четче. То есть, можно будет четко совершенно проследить, кто что сделал, и даже оплатил ли он потом свою покупку. Это не за горами, два-три года это будет у нас в России работать. Может быть, четыре, делать поправку. Нужно об этом задуматься уже сейчас. В принципе, по поводу оффлайн-материалов, печатанных каких-то наружной рекламы, я все рассказал. Теперь хотелось бы рассказать про электронные материалы. Наверняка многие выдают клиентам какие-то электронные каталоги, которые, может быть, с сайта скачиваются, на диске выдаются. На флешках даются различные презентации. В общем, много-много различной информации может выдаваться в электронном виде, но она при этом находится оффлайн. То есть, где-то открывается на компьютере человек. Как измерять эти материалы? Как узнать, насколько они были эффективны для вас? Как обычно, перед тем, как что-либо измерять и что-либо делать, давайте сначала чуть-чуть установимся и подумаем, какая цель у документа, который вы предлагаете человеку принять от вас. Если у этого документа есть цели, значит, вы без труда сможете определить целевые действия, которые человек, в принципе, может совершить в этом документе. Перейти к какой-то ссылке, захотеть что-то заказать, узнать целому конкретный товар, не знаю, связаться с менеджером. Вот эти вот целевые цели должны быть прописаны для каждой страницы документа или для каждого раздела документа, если документ большой и странично не удается их прописать. Их потом будем измерить, соответственно. Возможно совершить предполагаемые действия. Если вы даете человеку электронный каталог в формате PDF, в котором там, например, нет цен, нет ссылки на подробное описание товара, которое он там право-зюмин может открыть, то есть он не может совершить целевые действия, ради которых был задан этот каталог. Во-первых, он их не совершит, во-вторых, мы их не измерим. Следующий важный момент. Давно уже понятно, что все документы нужно снабжать ссылками. Это лишний повод измерить действия ваших документов. Не будут документы какие-то по повышению лояльности или каталоги. Обычно какие-то строительные может быть каталог. Все нужно помечать ссылками, чтобы человек имел возможность по этим ссылкам перейти. Ну, естественно, не все это будут делать, но определенный процент большой будет это делать. И пометка каждой такой ссылки соответствующим тегом, про который я уже рассказывал. Да, тег можно в QR-код использовать, можно в ссылку шифровать. И суть важна, где его использовать. Соответственно, все это мы сможем полностью отследить. Вот я привожу пример. Пример каталога, который был в формате PDF. Часть описания продукции была сделана в качестве ссылки, чтобы человек мог удобно перейти. Ссылка была определенным образом помечена. Она у меня немножко сползла здесь наверх. Ну, вот видно ее. Начало и конец. Да, она помечена была специальными тегами. То есть четко было видно, когда человек переходит по этой ссылке. Ну, она выглядела не так, она выглядела как обычная ссылка, но у нее, соответственно, URL-адрес был именно вот такой. И когда он переходил на описание этой продукции на сайте, он сразу же попадался к нам в измерение. Мы четко видели, что он делал дальше на сайте, куда он переходил, используя телефонный мониторинг, звонил ли он в магазин после этого. То есть наши все каталоги были полностью-полностью измеримы. Ну, люди, которые просто их посмотрели, не перешли по ссылкам. Для них остается вариант использования в каталоге телефона, который специально сделан для пул телефонов, который сделан для каталогов. То есть, в принципе, схватить человека можно очень многими способами. Останется, конечно, какой-то процент, который и не позвонят, и на сайт не перейдут, а просто придут к вам в офис с этим каталогом. Ну, вот, насколько таких людей будет много, а вот зависит от тематики, конечно, обычно не очень много. Купоны ваучера. В принципе, схожая идеология с печатными изданиями, да, с какими-то... И с электронными, потому что они бывают электронные купоны, бывают печатные. Если купон электронный, у него также могут быть помечены ссылки внутри, по которым человек может перейти. Если купоны предполагаются для спечатки, да, пожалуйста, давайте помечать их штрих-кодами, уникальными номерами, просто чтобы он номер назвал номер ваучера, номер купона. Потому что в будущем это все даст возможность вам либо отсканировать, либо спросить у человека, какой код был у вашего купона, для того, чтобы это внести в систему вашу. И опять же измерить, какое количество купонов сработало, какое не сработало. Как обычно делают? Вот это обычные купоны, которые, в общем-то, не особо сильно работают. Их распечатали, понадеялись на то, что, ну да, круто, наверное, 10% дадим сейчас людям, мы это можем сделать, раздаляйте всем скидочные купоны, а дальше непонятно, что произошло. Никто, возможно, этими вообще скидочными купонами не воспользовался. Их, конечно, можно собирать там где-то на кассе куда-то, еще что-то, но это так все слабо интересно и большая погрешность ошибок есть. Такие купоны работают плохо. Ну, подошли мы к концу практически нашей измерительной презентации. Я бы хотел еще одну пессимистичную нотку внести, еще усложнить немножко. О том, что, конечно, можно все это дело измерять и нужно измерять. Все это дело, опять-таки, офлайн-наша реклама, печатные носители и так далее. Однако нужно понимать, что любая успешная компания, наверное, ваша в том числе, не использует один рекламный канал никогда. То есть их обычно 3-5. И эти каналы взаимодействуют между собой. То есть я могу по нашему опыту сказать, да, еще в седьмом году, уже давно-давно это было, была необходимость, да, в том, чтобы как-то отслеживать людей, которые приходят из разных каналов. О чем я говорю? Ну, вот смотрите, стандартная ситуация. Человек увидел рекламу на улице вашу, да, кредит какой-то, что-то еще. Потом он пошел в поисковую систему, ввел этот запрос, перешел на ваш сайт. Сайт я ничего не купил, хоть у вас там отличный банкинг, там можно купить карточку, оформить, да, а пошел к вам в офис. И только там отдал вам деньги за эту кредитную какую-то карту, план там еще что-то. Следующий вариант. Человек увидел ваш буклет. На буклете была какая-то ссылка там, да, или не ссылка, или просто адрес ваш. Вот мы в фейсбуке, вот он сейчас, модно писать, мы в фейсбуке. Он перешел на фейсбук, посмотрел на вашу компанию, ему, например, вы понравились, а с фейсбука он не заказал ничего, например, да, не обратился никому, а перешел на ваш сайт. У вас, например, был интернет-магазин чего-нибудь и купил-то. Ну, и третий вариант, да, для примера. Таких вариантов может быть бесконечное количество в разных комбинациях. Я вот просто привел самые такие интересные. Отсканировал QR-код, получил купон, да, посмотрел его, может быть, а потом на сайт перешел, может быть, из дома. Может быть, сразу с этого купона перешел на сайт. Как угодно. Вся эта штука называется многоканальными последовательностями. Мы живем в мире разнообразных каналов. Соответственно, мало того, что мы должны измерять, вот эту вот самую оффлайн-рекламу, которая используется, мы должны ее включать в маркет-микс наш. Мы должны ее включать в многоканальную аналитику. Неважно, какую, веб, не веб, а, может быть, высказать, своя система стайла аналитики. Суть дела это не меняет. Итак, выводы, да. Измерить рекламу мало теми способами, про которые я рассказал. Ее необходимо включить в многоканальный маркет-микс. Ну, маркет-микс он, априори, уже многоканальный, но, тем не менее. Свести по возможности все данные, получаемые из вот этого вот маркет-микса о ваших клиентах, потенциальных клиентах, ввод систему аналитики. Любую. Абсолютно, на самом деле, неважно, какая она, нужно отталкиваться не от системы, а от ваших целей. Если система позволяет отследить вам этот, 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 этот и этот KPI, она подходит вам, и неважно, как она называется, аналитикс, метрика, омничка, юника, веб-тренс, никакой разницы нет. Это мало еще все. Нужно уметь создавать правильные отчеты, да, правильно сегментировать тех, кто у нас пришел, откуда они пришли и что они сделали. Просто, например, узнать, что человек вам на сайт пришел из вашей наружной рекламы, в принципе, нормально. Но гораздо интереснее было бы узнать, что он на вашем сайте сделал. Если сайт у вас продуманный и соответствует цели бизнеса, каких-то немного, то, соответственно, можно будет четко понять, что в итоге человек хотел и как ваша наружная реклама сработала. То, что она сработала, он понятно, он пришел к вам, но как она сработала? И последний момент. Вот на этом моменте большие проблемы, опять же, возникают по собственному опыту работы, да. Вносить изменения. Вот обычно что-то узнается, какие-то данные интересные, говорят, да, отлично, очень интересные данные, интересные цифры, супер. И стоп. Нужно вносить изменения. Да, не сработал баннер, не сработал какой-то регион, не сработал какой-то тип носителя, вид рекламы. Либо менять, либо убирать. Не нужно тратить на него деньги. Либо менять его вид какой-то. Может быть, сработало не так, как вы хотели, чтобы она сработала. Ну, в итоге здесь много текста. Идея заключается в том, что все должно быть связано с вашей CRM-системой. Я уже об этом говорил, да. IP-ATS должна быть завязана на CRM-системе. Автоматическое определение номера подстановки в источник раз. QR-коды, все ссылки в буклетах, все пометки, которые, все теги вы ставите, должны обязательно поступать в веб-аналитику системы, да, потому что они проходят через ваш сайт или через какой-то там подставной сайт, которым вы измеряете все это дело. CRM обязательно должна открывать менеджеру по приему заказов карточку. То есть человек заходит на сайт или звонил по определенному номеру, да, автоматом должна открываться карточка, идти подстановка источника, возможно, идти подстановка каких-то еще данных. Если человек, например, на сайте заполнял у вас уже форум, его можно пометить, и когда он вернется на сайт, можно автоматически открыть менеджеру по приему звонков форум с данными, которые человек заполнял, например, неделю назад. И можно будет при звонке этого человека определить, что это был он, телефончик мы видим, обращаясь к нам, но почему-то ушли. Почему? И, возможно, ему что-то продать. Ну, купоны, я уже сказал, должны обязательно иметь штриховое кодирование, нумерацию, QR-код, неважно, какой там код будет использован, их обязательно нужно сканировать, и обязательно нужно через кассовый терминал вводить в торгово-складскую программу любую, чтобы эти данные у вас были для обработки. Нюансы и покречности измерений. Тут кратко я могу сказать, да, естественно, мы все не измерим, вы, наверное, подумали, что может какая-то панацея здесь есть. Конечно же, нет. Потенциальный клиент может из брошюры по ссылке не перейти, QR-код не сосканировать, в интернете вас не поискать, а когда его спросят, откуда вы пришли, сказать не знаю, или что-то не то сказать. Это всегда возможно. Однако, если правильно планировать рекламу, правильно планировать носителя, правильно делать креатив и побуждать человека сделать что-то выгодное ему, то, что помогает ему, да, в этой рекламе, его почти всегда можно измерить. Кроме того, данные об источнике можно внести впоследствии, да, через какое-то время. То есть вы знаете, например, что у вас есть какой-то пул людей, которые вы не смогли отследить. Но они вам звонят, но никак вы не знаете, откуда и почему. Да, всегда можно этих людей впоследствии через e-mail опросы опросить, через телефонные опросы, при обращении к вам в компанию спросить, если ничто не определилось. То есть всегда нужно классифицировать и хотя бы понимать, да, какой процент людей вам удалось поймать, какой процент людей поймать не удалось. Ну и последний слайд. Техническая реализация всего вот этого вот, конечно же, зависит от системы, которая используется. Она может быть там сложной, не сложной. Как правило, это не сверхсложные разработки. Это все внедрение такими средними бюджетами, не миллионными, не миллиардными. Все это реально можно делать за короткие сроки, в принципе. Главное, чтобы человек, который планирует все эти рекламные мероприятия, об этом знал и использовал. И самая большая сложность здесь, как показывает практика, это вот именно изыскать административный ресурс, изыскать на это время, изыскать на это людей и реализовать эти мероприятия не с технической стороны, а вот именно с организационной. Вот в этом большая-большая обычно беда и кроется. То есть все все понимают, все все знают, все все так и хотели сделать, но по факту ничего не реализуется. Большое спасибо. По времени, честно говоря, я не следил. Может быть, я уже перегнул. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я на них могу еще ответить здесь. Будут полчаса точно. Всем большое спасибо. Спасибо.